Привет, меня зовут Сергей Милюков, ты смотришь LoftBlog и мы продолжаем знакомиться с игровым движком Unity 3D. В этом видео мы научимся как минимум вращать предметы, как максимум вращать их правильно. Казалось бы, чего там сложного, но как бы не так. После того, как разберемся с вращением, мы применим новые знания на практике и создадим сцену, в которой будем управлять направлением взгляда камеры при помощи мыши, как в играх от первого лица. Далее мы немножко усложним нашу сцену, добавив возможность перемещения по ней при помощи клавиш на клавиатуре. Видео будет довольно длинным, поэтому запасайся кофе и печеньем и поехали. Давай для начала создадим сцену, на которой будет просто вращаться куб. У меня уже готова сцена, на ней плоскость и куб, камера смотрит на куб. Добавим к кубу сценарий. Данный сценарий будет отвечать за вращение куба. Наша задача – каждый кадр вращать куб на определенное количество градусов по оси Y. Нам нужно, чтобы куб вращался не слишком быстро и не слишком медленно. Так на какой угол необходимо вращать куб каждый кадр? А на сколько градусов в секунду мы хотим поворачивать куб? А сколько кадров в одной секунде? Давай разберемся со всеми этими вопросами. Помнишь, я говорил, что метод update каждого сценария выполняется каждый кадр? И количество вызовов этого метода зависит от производительности твоего компьютера. Также я говорил, что у каждого сценария есть метод fixed update, который выполняется через строго фиксированный промежуток времени, который не зависит от производительности твоего компьютера. Давай для простоты будем называть кадром как вызов update, так и вызов fixed update. А где это необходимо, я буду явно указывать, о каком из двух методов идет речь. Следовательно, чтобы скорость вращения куба не зависела от производительности, необходимо поместить код вращения в метод fixed update. По умолчанию, fixed update вызывается через каждые 0,02 секунды. Следовательно, за одну секунду fixed update вызовется 50 раз. Таким образом, если каждый такой раз мы будем поворачивать куб на 1 градус, то за одну секунду он повернется на 50 градусов, а за 7,2 секунды повернется на все 360 градусов. Теперь другой вопрос. Как поворачивать объекты в Unity? Для управления вращением в Unity используется инструмент под названием кватернеоны. Это только звучит страшно, на самом деле использовать их очень просто. Кватернеон описывается осью, вокруг которой будет происходить вращение объекта, и углом, на который нужно повернуть объект. Нам необходимо создать кватернеон, у которого осью вращения является ось Y, а углом вращения является 1 градус. Для этого в Unity есть метод quaterneon angle axis, которому нужно передать ось и угол. Ось задается вектором. Создадим новый кватернеон с осью Y и углом в 1 градус. Первым параметром мы передали градус, а вторым – ось. Посмотри, как описывается ось. Мы просто выставляем единицу в соответствующем свойстве вектора – X, Y или Z. Но для твоего удобства в Unity есть набор заранее заданных векторов. Так, тот же самый вектор можно получить так. Вектор 3Up – довольно-таки говорящее название, не правда ли? Отлично, мы создали кватернеон. Как теперь применить его к объекту? У компонента transform нашего объекта есть свойство rotation, которое содержит кватернеон, который описывает текущий поворот куба по всем трем осям. Но если мы просто запишем в это свойство наш кватернеон, который мы создали ранее, то каждый кадр – угол поворота куба будет равен 1 градусу и не будет изменяться. Но нам-то нужно, чтобы каждый кадр этот угол увеличивался на единицу. Здесь есть два варианта. Либо каждый кадр увеличивать угол на единицу и создавать кватернеон с этим новым углом, либо воспользоваться интересной особенностью кватернеонов, которая проявляется при их умножении друг на друга. Представим, что есть два кватернеона. Кватернеон А описывает поворот на 60 градусов, а кватернеон Б – на 10. Если умножить кватернеон А на Б, то мы получим кватернеон с углом поворота в 70 градусов. Иными словами, при умножении двух кватернеонов друг на друга, первый становится точкой отсчета для второго. Следовательно, если свойство Transform Rotation содержит кватернеон, который описывает текущий поворот объекта, то умножая его на 1-градусный кватернеон, мы тем самым будем увеличивать угол поворота на 1 градус. Давай так и сделаем. Теперь запусти сцену и посмотри, что получилось. Отлично, куб вращается со скоростью 50 градусов в секунду. Теперь давай усложним пример и сделаем так, чтобы куб одновременно вращался и вокруг оси Y, и вокруг оси X. Другими словами, и по вертикали, и по горизонтали. Следовательно, нам необходимо создать еще один кватернеон, который будет описывать вращение объекта на 1 градус, но уже вокруг оси X. Теперь нужно применить этот кватернеон к объекту. Давай попробуем сделать это аналогично тому, как мы делали это ранее. Запустим сцену. Ну, как сказать, вроде бы да, куб вращается в обоих направлениях, но это немного не то, что требовалось. Сейчас каждый новый поворот зависит от результатов предыдущего. Давай я покажу, что имею в виду. Вот наш куб. Каждый кадр, он поворачивается на 1 градус вокруг осей X и Y. Так как 1 градус на глаз почти не заметен, я буду вращать на большее количество градусов. Смотри, вращаем вокруг оси Y. Это когда мы умножаем свойство rotation на кватернеон, описывающий поворот по оси Y. Затем получившийся результат поворачиваем вокруг оси X. То есть умножаем результат предыдущего умножения на кватернеон, описывающий поворот по оси X. Затем результат всех умножений записывается в rotation, и на следующем кадре процедура повторяется заново и так до бесконечности. Ты уже видишь, что получается? Каждый новый поворот будет зависеть от результатов предыдущего. Следовательно, чтобы заставить куб вращаться по двум осям независимо друг от друга, нам нужно отбрасывать результат вращения на предыдущем кадре и брать изначальные значения вращения, которые были при старте сцены, когда куб еще не начал вращаться. Давай я покажу, что имею в виду. Первым делом запомним положение куба при старте сцены, до того, как он начал вращаться. Затем повернем куб вокруг оси Y, затем вокруг оси X. На следующем кадре мы не будем использовать получившееся значение, а возьмем то изначальное и просто увеличим угол. Вернем куб в изначальное положение, а теперь выполним те же действия, что и на прошлом кадре, но с большим углом, чем в прошлый раз. И так до бесконечности. Давай посмотрим, как это будет выглядеть в коде. Для начала создадим две переменные. В первую переменную при старте сцены запишем текущий поворот куба, а во второй будет храниться значение угла, на который нужно повернуть куб. Теперь каждый кадр будем увеличивать угол на один градус. Соответственно, при создании экваторнионов подставим это значение. И последнее. Поворот будем осуществлять не на основании вычислений из предыдущего кадра, а на основании изначальных значений поворота. Теперь запустим сцену и посмотрим, что получилось. Смотри, куб вращается по осям, независимых друг от друга. Давай увеличим скорость вращения вокруг оси Х, чтобы убедиться в этом. Посмотри, вертикально куб вращается гораздо быстрее, чем горизонтально. При этом куб не отклоняется в стороны, и все вращения происходят ровно и не мешают друг другу. Это позволяет нам убедиться в независимости вращений по двум осям. Давай еще раз проговорим, что мы только что сделали. При старте сцены мы запомнили текущий поворот куба. Затем мы каждый кадр увеличиваем угол поворота и совершаем поворот относительно тех изначальных значений, которые мы запомнили при старте сцены. Это сделано для того, чтобы не основываться на результатах предыдущих вычислений. Но здесь есть один небольшой, но очень важный нюанс. Помнишь, я говорил, что при умножении двух квотернеонов первый становится точкой отчета для второго? Отсюда явно следует, что порядок умножения крайне важен. Таким образом, А умножить на Б не равно Б умножить на А. Давай в этом убедимся. Поменяем местами квотернеоны. Смотри, куб вращается явно не так, как нам нужно. Почему так? Давай покажу. Смотри, когда мы сначала вращаем вокруг оси Y, ось X никуда не уходит. Но если мы сначала вращаем по оси X, то ось Y смещается из-за вращения. И если мы теперь начнем вращать по ней, то мы получим тот самый невнятный результат. Поэтому порядок умножения квотернеонов крайне важен. Отлично. Теоретическая часть позади. Теперь давай применим эти знания для вращения камеры при помощи мыши. Создадим для камеры новый сценарий. Давай, как и прежде, начнем с малого. Будем вращать камеру автоматически. Для этого скопируем уже имеющийся код из предыдущего примера и оставим только вращение по оси Y. Также необходимо убедиться, что изначально камера стоит ровно, то есть не наклонена по оси X. Отлично. Первый шаг к управлению камерой сделан. Теперь попробуем вращать камеру при помощи мыши. В Unity мы можем довольно легко снимать показания с мыши при помощи метода InputGetAccess, передав ему в качестве параметра строгу MouseX. Этот метод будет каждый раз возвращать скорость перемещения курсора. Соответственно, если мы сдвинули курсор вправо, то значение будет положительное. Если влево, то отрицательное. Давай будем считать, что это число – это количество градусов, на которое нужно повернуть камеру влево или вправо. Давай это реализуем. Отлично. Но, как видишь, чтобы повернуть камеру на какое-нибудь ощутимое значение, нужно сделать несколько движений курсором. Но нам хотелось бы, чтобы камера была поотзывчивее. Из чего мы делаем вывод, что нужно сымитировать увеличение чувствительности мыши. Для этого заведем переменную, в которую запишем значение чувствительности. И при снятии показаний с мыши умножим эти показания на чувствительность, как будто курсор передвинулся на гораздо большее расстояние с гораздо большей скоростью. Теперь давай будем вращать камеру по вертикали. То есть теперь, помимо угла поворота камеры по горизонтали, у нас появляется угол поворота камеры по вертикали. Давай переименуем переменную angle в angleHorizontal. И создадим еще одну переменную angleVertical. В ней будем хранить угол, на который нужно повернуть камеру по вертикали. Теперь необходимо создать еще один кватернеон для вращения камеры по оси Х и применить его, как мы делали это в предыдущем примере. Отлично, теперь мы можем вращать камеры в разных направлениях. Но я заметил одну странность. Передвигая курсор мыши вверх, камера наклоняется вниз. И наоборот. Исправляется это очень просто. Перед значением угла по вертикали просто поставим знак минус. Отлично, теперь все работает как надо. Теперь давай посмотрим на еще один неприятный момент. Если мы будем постоянно тянуть курсор вверх или вниз, то рано или поздно камера сделает оборот в 360 градусов. Согласись, это не совсем реалистично. Надо это исправить. Другими словами, необходимо ограничить угол обзора камеры по вертикали. Например, 60 градусами. То есть камера не сможет отклониться вверх более чем на 60 градусов от изначального положения. С наклоном вниз та же история. То есть нам нужно, чтобы угол поворота камеры по вертикали был в диапазоне от минус 60 до 60 градусов. Для того, чтобы гарантировать, что некоторое число не выйдет за пределы необходимого диапазона, в Unity есть метод metvClamp. Ему необходимо передать само число, которое необходимо ограничить, и диапазон, за который данное число не должно выходить. Давай сделаем это для перемены angleVertical. То есть перед тем, как повернуть камеру по вертикали, прогоним angleVertical через метод metvClamp, чтобы убедиться, что оно не выходит за рамки дозволенного. Все, теперь сколько бы мы ни двигали курсор вверх или вниз, наклон камеры по вертикали всегда будет в диапазоне от минус 60 до 60 градусов. Дальше у нас по плану реализовать перемещение по сцене при помощи клавиатуры. Чтобы все было более наглядным, давай набросаем на сцену большее количество кубов, среди которых мы и будем перемещаться. Ну а теперь займемся написанием кода, который будет отвечать за прием данных с клавиатуры и перемещением камеры по сцене. Вспомни, что за положение объектов на сцене отвечает свойство Position Component Transform. И, как нетрудно догадаться, чтобы переместить объект, необходимо изменить значение свойства Position соответствующим образом. Например, мы хотим двигать камеру вперед по нажатию на клавишу W на клавиатуре. Вперед – это туда, куда смотрит камера в данный момент. А направление, в котором смотрит камера в данный момент, мы управляем при помощи мыши. То есть нам нужно как-то получить вектор направления взгляда камеры. Если помнишь, в одном из предыдущих видео я упоминал, что текущее направление взгляда камеры можно получить из свойства Forward компонента Transform. В нем всегда будет содержаться вектор, описывающий направление взгляда камеры. Вот в этом направлении и надо двигать камеру. Давай при нажатии на клавишу W будем просто прибавлять к текущей позиции значение свойства Transform Forward. Напомню, что Forward – это вектор, значение которого варьируется от 0 до 1. Отлично, но камера перемещается как-то уж очень быстро. Давай уменьшим скорость, разделив Forward на какое-нибудь число. Отлично, теперь передвижение камеры стало более медленным. Теперь давай реализуем движение назад. Делается это очень просто. Если при движении вперед мы прибавляли координатам вектор направления, то при движении назад мы будем его отнимать. Замечательно. Теперь реализуем движение влево и вправо. Делается это аналогично движением вперед и назад. Только прибавлять и отнимать мы будем уже совсем другой вектор, а именно вектор Right. Этот вектор всегда содержит направление, которое указывает вправо от объекта. Вот, собственно, и все. Это и есть основы вращения и перемещения объектов на сцене. Остался последний штрих – заблокировать перемещение курсора мыши по экрану. Делается это так. Выйти из режима блокировки можно, нажав клавишу Escape. Давай подведем итог. Для вращения объектов в Unity используются кватернеоны. Кватернеон – это ось, вокруг которой будет происходить вращение, и угол, на который нужно повернуть объект вокруг этой оси. При умножении кватернеонов, первый кватернеон становится точкой отчета для второго. Порядок умножения кватернеонов имеет значение. Помнишь, о чем мы говорили в предыдущем видео? Так вот, если на этой сцене применить систему событий и тот сценарий, который мы писали для клика по кубам, то ты получишь как раз тот пример, который был в описании к предыдущему видео. На всякий случай, обновленный пример я разместил в описании к этому видео. А с тобой был Сергей Милюков, ты смотрел видео на канале LoftBlog. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok